Всем гусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать обратно в Isaac of Repentance, в моды по этой игре с Feintfolio и не только. Сегодня у нас будет персонаж Самаэль и мод на Самаэле, это один из самых известных, наверное, персонажей, один из очень старых модов этой классики своего жанра. В прошлой серии мы смотрели на Андромеду, очень тоже классный персонаж, многие мне писали, что очень крутая у неё альтернативная версия, у Ано, точнее, мне вроде писали, что это Ано скорее, не она и не он. Тоже будет у нас, ребят, через несколько серий, но пока что на сегодня будет Самаэль. Малах, мод какой-то у него, что-то такое, не знаю, что это такое. Одно хп у него со старта, давайте начинать. У меня есть определённый план на забег. А, у него по одному сердечку каждого вида, блин, какая красивая коса у него всё-таки, а. Так, не забываем про вот это, кстати говоря. Так, атака у него, ну понятно, что в каждую сторону, бомба, рип. О, может ещё. Нифига какой звук с лазером. И у него заряжается башка какая-то, есть в слоте особой активки отдельной. Он может запускать вот так стрелять. Это, собственно, персонаж, который мне когда-то писали, я помню, давным-давно ещё по... По нему была серия у меня в Afterburst ещё плюс. Давным-давно на канале какому-то забавному с этим самым, с аппаратом. Что Фаготен, по-моему, что ли, был... Взят, взят у него идея была с этого Самаэля. И что когда добавили Фаготен, то за Самаэля нет смысла субыграть. Но мне кажется, не с ним всё-таки так. Что персонажи отличаются вроде как значительно. И всё равно этот мод такая, своего рода классика. И я не мог себе позволить, скажем так, не сделать серию по нему. Так, я мега доволен выпавшей мне активки. Кстати, она очень хороша. И сильно мне поможет. Не очень я доволен тому, что я уже просрал половинку своего сердечка. Приятно ему лупит коса. У него большой радиус атаки. Он может, соответственно, её запускать, как и гость Фаготена. Как гость Фаготен может запускать. Но здесь коса запускается, по-моему, поудобнее всё-таки. Она из... А, стоп. Аааа, но я не могу её запустить до фулл чарджа. Я могу запустить её только если целиком зарядил. И при этом мы также можем собирать. До всякого доставать за преградами. То есть я не могу её запускать частично. Она большая, конечно, летит. Но надо заряжать её целиком. Но заряжается она просто быстро. Так, я бы не отказался от этой... От одеяла, в принципе. Это... И синее сердце у меня одно. И щит. Есть, конечно, активка, которая гораздо мощнее, да. Но я не хочу небольшой фонар с ней бегать. Просто как-то неохота. А вот от одеялка я бы не отказался. Ой, это... Что-то меня там сломало. Что-то там сломать можно было. Только кашка какая-то была. Или что-то такое ещё. Так, я специально не вижу пока же свою активку. Потому что я не знаю, сколько она заряжается. Своя основная, точнее. Этого перса, которое. Я хочу оставить себе на босса. Чёрное сердечко давайте после боя возьмём. Так, у нас старый босс. Мы становимся... Ох, ну хрена, как он... Ага, мы становимся неуязвимы. Начинаю припоминать, но я не помню вот этой картинки. Он так всегда выглядел круто в этой форме. Выглядит он, конечно, мега эпично. Так, ну и вроде бы всё, да. Значит, я не получаю одеялка. Ну ладно, грен с ним. Пойдём по обычным этажам. Эта штучка у нас не заряжается сама по себе. Сварение, она заряжается с ударами, скорее всего. Такой у нас персонаж. Можно сказать, жнец. Не знаю, мне как кому-ка. Мне очень нравится, как у нас коса перемещается. Видите, она как бы не телепортируется, а именно что он её передвигает. И это очень такое плавное ощущение создаёт. Лепота вообще. Косаем Андромеды. Мне писали, что оказывается её активка. Можно я её буду говорить, наверное, там типа... Когда как буду говорить. Либо там он в контексте персонаж, либо её, потому что, не знаю, так удобнее, чем... Уоно, что ли, я не знаю. Так, карта смерти. И юзаем почаще нашу активку. Она повышает нам также ещё скорость бега. Не хватает того, чтобы был какой-то индикатор, когда он заканчивается. Вот хотелось бы его, конечно. Вот Андромеда, она своей активкой, оказывается, замораживает все слёзы вражеские тоже на ком. Ну, то есть как они останавливаются. А я думал, что она только на меня действует. Мне-то даже голову не приходило. Так, новая комнатка. И держите. Так, что они делают? Они, наверное... А, они, наверное... А, они взорвутся даже. Ладно. Блин, это не очень удобно для меня. Надо их, наверное, вот так лучше убивать. А, и, кстати, наша коса летит далеко. Она не возвращается обратно, как кость фаготана. Но, соответственно, основная твоя особенность то, что ты хочешь именно что бить ею, а не бросаться. Понял. Отлично. Я думал, что они просто подожгут, потому что я увидел, что они пороха остаются, но они ещё и взрываются. Этого я не ожидал от первого. Золотый каунт мы посещаем. Мы не идём ни на бисты, ни куда-то ещё. Белый перец. При использовании стреляет пятью огоньками in ring round you. Кольцом вокруг тебя. Что-то такое. Судя по всему, я возьму себе эту активку. Давайте я разок прожму свою ещё. Так, типа чуть на огонь уступил. Но я, само собой... А, это не могу, да? А, это от костров просто идёт такой фиг, ну... Окей. Много здоровья я теряю, ещё-то как-то... Плюс здоровья. Замечательно. Не знаю, давайте что-нибудь там пройдём. С активки вот этой вот... Чпой, и всё. Так, там ещё белое сердце выпало очень хорошо. Можно было бы по дьяволу попробовать пойти. Хотя мне кажется, что проще будет по ангелу. Само собой будем юзать новую активку. Хотя я бы, конечно, с радостью побегал с этим пёрышком. Жалко, что теперь у меня получается... На один предмет потенциально меньше, потому что активки подряд посыпались. Всё теряем просто. Не знаю, хочется агрессивно действовать, как это за этот пёры со мной особенно. Сейчас активка, наверное, не стоит свою юзать, потому что оставить её на босса. Пригодится мне больше. А, смотрите, огоньки даже синенькие. И я решил всё-таки заюзать, потому что у нас ещё впереди комната будет одна. И при этом эти синенькие огоньки никак от... От госпейпера, они не исчезают так быстро. Потому что там они тухнут очень быстро. А вот здесь у меня вполне себе... Горят. Так, у меня нет, к сожалению... Оп, локап, кстати. А я не могу... А, оно не проходит насквозь. Кстати, ещё интересный момент. А я могу стрелять на... Нет, я не могу под градусным как-то наискосок стрелять. То есть только в четыре стороны. Как с ножом это не работает. Я не знаю, чем меня так тянет прям отхватывать. У меня бывают такие... Сирийки. В одной серии я прям нормально играю. В другой серии я такой, типа, опа-опа. И получаю урон буквально на каждом шагу. Надо не экономить свою основную активку. То я прям чувствую, что я её мало использую. И слишком привыкаю, знаете, к игре. Так как за фаготаной я бы играл почти. Так. Гриндл Хорн. Гриндл. Что? Не понял. Из патулы баш какой-то выпал. Четвёртого тира... Простите, что? 0-1 дамага? What? Во-первых, от чего он умер? Или может такой босс? Я не знаю. Ну, во-вторых, что это за... Лучший предмет четвёртого тира нахрен, да? Я не знаю. Возьмём конец? А, я взять даже предмет не могу в этой форме. Не знаю, что куспатулы, если честно, даже. Ну и коробок свитчек. Наверное, я... Блин, не знаю. У меня и белое сердце есть. Я мог бы у дьявола что-то купить? Но слушайте, за весь забег... Хотя есть ещё пилюля у меня хорошая. Нет, давайте по ангелу, короче. Пойдём заберём. Сейчас всё осталось. Что там здесь осталось? Можно ещё в секретку попробовать зайти. Секретка будет вероятнее всего здесь. Я думаю, что да. Отлично. Ну, где малявки какие? А здесь они как-нибудь? Быстро бегать, нет? Ну, такие быстренькие весьма. И тут тоже, вот это, конечно, очень такая приятная особенность, которую... Которая много где позволяет сэкономить бомбы. Здесь нету чайных камушек с крестиком. Потому что по этим обломкам я могу где-то что-то не определить легко. Кстати, вот здесь как будто бы секретка может быть супер-секретка. Серьёзно, угадал даже. Я не был уверен, потому что было много других комнат, в которых она могла быть выше. И вот здесь, смотрите, не обратите внимание на вот это вот... Чел, он висит на хук. Или хак, не знаю точно. Обнимашки типа объятия, что-то такое. Он нас обнимает, мы его обнимаем. Ооо. И всё. И он ушёл. Блин, мне не хотелось с ним расставаться аж. Мими-ми-ми просто такая забавная штучка. Не знаю. Приятно очень. Такс, в магазинчик я не пойду, наверное. В шипастую комнату, наверное, тоже. Погнали на выход с этажа потихонечку. Я себе, ребят, поставил мод ещё. Мне порекомендовали. И я слышал об этом моде когда-то давно. Что он интересный. Я не захотел ставить мод себе на целую кучу дополнительных комнат. Мне показалось, что будет какая-то каша неструктурированная. Возможно, я вспоминаю мод на целую кучу предметов. Один был когда-то давно в Afterbirth. Плюс я оставил. И в нём было интересных предметов. Буквально, не знаю, я за несколько серий ни одного не нашёл, по-моему. Там они были все комбинированием уже знакомых эффектов в разных сочетаниях. Мод на комнаты решил себе не ставить. Потому что будет, ну, наверное, излишне. Слишком много всего, может быть, будет. Не знаю. Путаница в них. А вот мод на секретки и супер-секретки особые, которых там доваляются, тоже очень много. И мне писали, что очень много интересных. И я слышал, что их много интересных. Я решил себе поставить. Как-то он. Блин, я не знаю многих мобов. Так, давай вот так, короче. Нифига. А, слушайте, у него скорострельность ещё сильная. Ну, скороударность, я не знаю. Сильно повышается, когда он в этой форме. Что тоже очень сильно влияет. Суперчик. С этими огоньками можно и прятаться самому, и просто прятаться, там, не знаю, как от выстрела, так от мобов. В том числе интересная активка весьма себе. Нравятся мне такие активки, которые можно регулярно в полноцах использовать. Ага, я думал, что они выстрелят чем-то, они, кажется. Хорош отхватываюсь. Почему я буквально на каждом, на каждом моменте, где можно, я беру и получаю урон? Нам поаккуратнее. Колесница, которая делает тебя статуем, как Эдит. Эдит тоже вроде как есть мод на этого персонажа. Это типа персонаж, если я правильно понял. Я не уязвим в этой форме, я не помню точно. По-моему, да. Что теперь? Иди ко мне. Не очень вовремя использовал это, да. Так, ладно, мне надо сейчас найти себе сердечко, чтобы белое сердце не терять. Очень важно. Тут я хороших камушков вроде бы не вижу, но я могу что-то не знать, как они здесь выглядят еще. Знать карту смерти обратно с собой. Эдит вроде персонажа, собственно, который был в Айзеке. Как-то, или... Точнее, должен был быть в Айзеке, в каких-то файлах Айзека был. Но в оригинальную игру его так не добавили, но он есть мод на него. Что-то такое, если не ошибаюсь, Эдит. Вроде бы так назывался. Точно понял, что какой-то персонаж такой есть. Не уверен, что этот. Ой, как хорошо. Так, тюмасенький какой. Золотая комната, тащи. Бридж бомбс. А, мостовые бомбы, это мы видели в прошлый раз. Знаем эту штучку уже. Ну, опять бомб зато. Может быть, сердце какое-то синее. Из костра, я надеялся. Кстати говоря, в шипасту комнаты жертвоприношения тоже надо посетить. Потому что в ней зачастую бывают синие, либо черное сердце лежать может. Не верю, что черного. Ну, может, короче, лежать. Так, и вот здесь может быть секретка где-то. Если она будет вот этой комнате, тут вообще хорошо. Отлично. В шипасту попадем еще на халяву. Так, вроде да. Я могу спокойно открывать себе эти сундуки в том числе. Наверняка, эта комната тоже из новых секреток. С того мода. Ага. И можно, опять же, до сундуков легко доставать до таких за шипами. Не парись на этот счет. Синее сердце есть замечательно, наконец-то. А то я... Понятно. Минус дальность. Эти минус дальность на меня-то влиять будет. Там белое сердце. Если что, ребята, это от мода напугающиеся сердца. Это просто испуганное сердце обычное. Просто у меня такая текстурка. Некоторых может это в конфуз поставить. Но у меня много-много таких вот мелких модов стоит, которые немножечко красоту, скажем так, на кунаводят. По мелочи совсем. У этого перса тоже есть у нас альтернативная версия. К слову, ее вроде как не надо открывать. Вроде открыться со старта сразу же. Что хорошо. Вроде тут есть также свои анлоки. Если я правильно понимаю. Можно даже в консоли прописать команду. Там написалось. Вот сам как его в описании. На страничке стима этого мода. Анлока была с Амээль или что-то такое еще. И это откроет все анлоки за это перса. Но у меня консоль даже отключена. Я и пользоваться едва ли умею. Не умею вообще. И не знаю. Не стал общим для анлокоть ничего. Пилюли еще одну взять. Или карту. Ничего не брать. Давайте возьмем. Ладно. Фул Хелс. Окей. Плюс одна хорошая пилюля. Пуля пилюлик. И не достанем. Болова побольше у меня дальность. Ощутимо больше. Да. Я понимаю, что я из-за того, что мне приходится близко подходить. Я буду чаще вот так вот отхватывать. В этом тоже есть львиная доля, скажем так, ситуаций. Как за фокотом. Мне нравится играть через мили атаку все-таки. Ну, не особо пользоваться его. Броском кости я по-моему. Про ее существование броска вообще забываю. Так и здесь тоже хочется именно вот так вот агрессивно рашить скорее. Кстати говоря, удобнее это делать. Удобнее делать на клавишах именно геймпада. А вот заряжать хочется на стике. И использовать это все органично вместе мне не очень комфортно. Блин. Долго она взорвалась. Чуть не подошел к ней. Здесь мы все легко взолотаем. И секретку можно тоже отспустить. Если она здесь будет. Отлично. Так, эта карта. Дефьюз. Трансформирует бомб. Прокс, что? А. Трансформирует камни с бомбами, судя по всему. И тролль бомбы в бомбы пикапы. О как. Downgrades explosive enemies into their regular versions. И, судя по... А, понижает апгрейд. Ну, понижает тир монстров, которые взрываются до их версии обычной какой-то. Дипа седьмого какой-то взрывающийся бежит. Мы понизим его тир. То есть у нас многие много мобы имеют свой тир. И, собственно, она, соответственно, встречает себя в такой комнате, где ты можешь использовать ее и получить вот так вот бомбу с этих камней. Забавная карта. Погнали на босса. Так, это у нас старый добрый пик. Держи. О, слушайте, этот огонь не исчезает. Но, правда, он не очень много бьет, на самом деле. Задолбают, а? Что не удар, то я ловлю лицом. Мне, кстати, надо бы демодшап найти, потому что у меня прям... Ай, тут куда? У меня прям дамага мало сейчас. Ты хорош. Все. А то сейчас бы белое сердце всрал. Анг... Нет, ангела. Дайс, гоблин. Дайс, гоблин, не знаю. Наверное, ну, по картинке по этому непонятная штука какая-то, не знаю, мешок с ушками гоблины, как будто выглядит. Спавнить три рандомных объекта пикапов, судя по всему. Спавнить один объект... At the start... At the start of every floor. А, в начале каждого этажа, наверное, да, типа? Окей. Сразу же мне... О, нифига себе. Зеленый домик. Я в прошлый раз сказал золотой домик. Как-то я не знаю, умудрился так и как говорится. Мне писали, кстати, что он переносит даже... А, это... А, стоп! Это не тринка. Я что-то думал, что это тринка. Мне писали, что он переносит из-за чищенной комнаты, чему я удивился. А это... Это я думал, что это тринка. И думал, типа, как оно, мол, будет работать. А это оказывается вон как. Так, Blank Letter Tile. Какой-то... Кусочек письма или что-то такое еще. Следующая кнопка или ключ, который ты нажмешь, гарантированно даст... Boost. Всякий раз... Что? Всякий раз, когда что-то... Сбрасывается или удерживается, не знаю точно. Это тоже какая-то используемая штука, да, собственно. И Glass Azurite Spin Down. Ни хрена себе тут сколько всяких приметов, добавленных, которые можно по-разному использовать. Ну, то есть, вот... На слот, в общем-то. Не знаю, не знаю, я понимаю описание этой штучки. Каждый раз, когда кнопка или ключ нажаты, гарантирует тебе Boost статов до тех пор, пока она зажата, до следующего этажа. Не знаю, в каких вообще кнопках, но вещь идет. Что за баттон? Ну, вери. Не знаю, короче. А вот эта штучка, если я правильно понимаю, то она активирует эффект, какой-то Azurite Spin Down Dice эффект, я не знаю, что это такое. И реролит все тринки в комнате, вычитая у них ID-шник из номера. То есть, как вот этот вот Spin Down Dice работает, который вот на предмет аналогичный. Не знаю, можно использовать вот так вот и... А ну, стоп, оно перенесет мне. Оно перенесет сюда, да, за очищенную комнату тоже. Тоже мне, как мне писали, в общем-то. Можно было бы выйти с этажа, и я не знаю, оно перенесло бы мне вот этот весь дроп туда или нет. Так, что-то я хотел в магазине купить или нет, я не помню точно. Было ли там сердце? Помню, сердце я купил сразу. Да, помню, сердце я купил сразу. Еще почему-то у меня спичка сейчас взялась, по-моему, нет? Ааа, стоп. Почему я сейчас спичку взял? У меня же здесь ничего не было, типа, в руках. Не знаю, не понял. Давайте, кстати, я попробую, знаете что? Давайте спичку попробуем уронить как раз-таки. Посмотри, какая-то штука работает. Заодно. Чипуньк. Красная западка. 20% шанс получить урону на комнату. Бак, ну, допустим. И заберем с собой верховную жрецу. Так, теперь у меня из проблем, значит. Знаете, из проблем что? Я возьму себе золото, взорву машину вот эту вот. Очень жалко, что ангел не открылся. И у меня нет чем прикрыть сделку. Вероятнее всего она будет слита. А знаете, что еще можно здесь пробовать? Карта мира. В принципе, пускай будет лучше она, наверное. Может, видишь, мне пригодится. Потому что я недолго выдержу без получения урона. На следующем этаже я чувствую. И сделка комнаты ангела, точнее, вероятнее, все будет слита у меня. Еще, ребят, кстати, что я забыл сказать. О, кстати, золото, кому-то сразу же. Давайте карту. Стат. Какой-то вообще, не знаю, что такое. Давайте используем. Спавнить стат в какой-то пении на пол. Что-то какое-то, короче, то ли пение жреца, то ли что-то такое еще спавнит. И он наносит один урон игроку ложного, и при этом может атаковать врагов и стоит игроку одну монетку и что-то такое еще. И будет как-то таковать врагов. Не знаю, короче, вообще не понимаю, что это. Что-то это? А вот он, ложный был удар, но... Не знаю, у меня никого не появилось вроде как. Заостренное ребро. Окей. Так, и давай в шипасту. В шипасту. О, хорош. Что-то испугался, куда сердце пропало. Подумал, что враг его взял. Нет, нет, это нормально. Это я кости, в общем-то. А, кстати, а могу ли я? Я могу в шипасту заходить на халяву ведь? Точно. Я чуть не подумал об этом сразу же даже. Окей. Забавная комната. Так, у меня этаж достаточно... Блин, нифига себе. Слушайте, я тут очень легко буду отхватывать. Мне хочется больше дальности. Я не так сильно бью. По-моему, фаготан своей костью бьет больнее. У меня как будто бы... Как будто бы урон-то маленький. По факту. Так, не нашли дело. Окей, нормально. У меня большой расчет, что я должен использовать свою вот эту вот ульту, в общем-то. А. О, кстати. По-моему, это камушек с крестиком. Замечательно. Нашли. Не ошибся. Так, еще это у нас что? Оно дало мне одну монетку. У меня появился... А, это дает мне эффект меда такого на время. Точно. Мы это встречали в какой-то из первых серий, по-моему. Я уже немножечко забыл. И на слезы, кстати, играет тоже эффект меда у меня работает, между прочим. В магазинчике... В магазинчике есть подарок. Я бы очень хотел с подарком зайти в комнату босса, наверное. Есть лошадиная пилюля, неизвестная. Блин, можно обосраться с ней. Сильно, сильно обосраться. Да, наверное, в комнату босса надо заходить к нам с подарочком. Не забыть про него обязательно. Давайте сукнотору тоже возьмем себе. Это хорошая штучка. Я надеюсь, нахера фанта вдруг будет. Так, еще у меня проклятие путанных комнат, кстати говоря. Давай, джаджмит сюда. Я даже не знаю. Наверное, я не буду им донатить, скорее всего. Давайте обзорвем их сразу же. Хрен с ним. Так, сделаем. Маловат дропа, они дали, правда. Но зато вместе с секреткой открыли. Опа. А, стоп, а что опыта? Оно как-то работать вообще будет, нет? Давайте проверим. А, надо на мой проверить. Скорее всего, моя коса будет поворачиваться. Да, она поворачивается. Но, честно говоря, это не решает вопрос того... Я в чем не особо хочу это использовать? Не хочу особо бросать своей костью. Да, бывает иногда удобнее. Но помнить тот самый перс, которому мозговой червь не так сильно нужен. Были у меня какие-то классические слезы, это было бы очень круто. Но обычно так и у меня отработать не будет. Еще у меня мобы волнами появляются, как будто бы. Стоп, у меня не заряжена активка. Я хотел активку использовать она. Во, зарядили. Так, ждем сейчас эту. Отлично. Самого опасного просто. Добили, наконец. Мне казалось, что у меня мобы как будто бы... Как будто новая испавница. Ну, так ощущаю, они... Не могу привыкнуть к поведению многих мобов. Эти просто время от времени прыгают. Но весьма себе... Весьма себе стрёмно бывает на момент. Но при этом они не как пауки. Они не такого, что они... Прямо подряд и очень внезапно это делают. Они более систематически... Передвигаются. Все-таки. Черное сердечко одно есть. Давайте, наверное, я скину обе треньки. Мне они обе не особо заходят. И поменяем их здесь. Опа! А вот это зайдет отлично. А вот кенсер... А хотя стоп, а зайдет ли отлично? Мы будем быстрее прям... Махать своим... Своей... Своей этой штукой-то, а? Я что, даже не уверен. Как это будет именно работать. И что меня еще очень заинтересовало, то персонажа, о чем мне написали. Я не знаю, что будет, но мне порекомендовали это, собственно, сделать. Очень пока что непонятно для меня это звучало. Пойти на полароид... Ой, мухи взрываются. Вот не сильно, тем не менее, могут задеть. Пойти на полароид... То есть через... Ну, на сундук и все такое. Из этих мухи вылезают. Пойти на полароид и где... Когда мне выпадет тренька голова Айзека и какой-то предмет... Дар судьбы, то их подобрать. Это не один человек написал. Другой человек написал мне пойти на синего малыша и пойти в луп. На реран. Поэтому если идти на реран, то я хотел бы, соответственно, делать быстрый забег, чтобы он не затянул слишком сильно. Возникает, соответственно, логический вопрос. Ну, кстати, такая пирюля, как у меня лошадиная. И это дальность. Хорош. Тогда я лошадиную хочу взять. Что такое? А, окей. Возникает у меня вопрос, соответственно, почему мы можем пойти на реран через синего малыша? Хрен его знает. Возможно, что у этого персонажа такая особенность. Или ты можешь пойти, если ты соблюдаешь вот эти условия. Что будет в таком случае, я без понятия. Но попробовать я это, соответственно, обязан. Так, берем себе подарок и тащим его. Хотелось бы, конечно, войти, может быть, с боссом, сразиться с перчиком своим, но я очень сильно хочу получить из комнаты ангела дополнительный предмет, если она откроется. Если я смогу не слить все, что у меня есть сейчас. Что за морковки? Я почему-то игру вспомнил одну. Не знаю, меня удваивает максимально. О. П1К1 это у нас артефакт босса и два теник сердца. Зашибись. Так, и какой-то пенни... Покажи. Пенни ролл. У нас-то было, по-моему. Спавнит пенни тринку. А, ну да-да-да. Было такое. В прошлом серии, по-моему, как раз таки. Так, это цвета огонек дает, это мне след дает, это монетка, а это что такое? А, это тринка. Создание... Блюз Кьюз, Вентик... А, это которые вот эти вот водомерки прыгающие, не знаю, как назвать, которые мы как раз так видели недавно. По-моему, это они. Да, это они самые. При подборе монеток. Но я, само собой, заберу свою монетку. Эти пока что только... Свою тринку еще не заберу. Но пока я золотую латаю, то можно тут немножечко себя бафнуть, в общем-то. Так вот, мне бывает такое, что она напоминает очень резко, что-то совершенно не связанное, что... Хрена себе. Фортит, конечно. Ой. Вендинг машину какую-то отклинил, не знаю за что. Я разок продонатил, типа. Окей. Ну, я, наверное, останусь все равно со своим перчиком беленьким тем потом. Вряд ли я заберу с собой капельницу. Вот, мне напомнило игрушку Гекс с первой Соньки. Там просто были всякие подбираемые... Всякие предметы надо было собирать в разных уровнях, и в одном из них были морковки, по-моему. Мне просто вдруг это... Они вот своей картинкой почему-то напомнили. Не знаю. Мало кто, наверное, вспомнит их. Не помню, в какой части Гекса. Скорее всего, и второй. Мне как-то вторая больше всего нравилась. Первая мне была какая-то неудобная. Третья была уже такая более заморочистая, и я там путался просто где... Как попасть на какой-то уровень конкретный. А вторая была более доступная в этом плане. Так, ну поехали. Фрейл, по-моему, да? Трупкий. Давай! Ой-ой-ой. Я что-то не ожидал, что мы его так отколбасим. Хотя за фагот, но по сути, ты так же свои кости отбиваешь, но я что-то как-то не подумал об этом. Ангел открылся. Замечательно. Еще красное сердечко. Тут у меня дыхание жизни. Что-то он выглядит так непривычно. Ха-ха-ха. Я снилил. Блин, ну, кстати говоря, смотри-ка, а у наш Самоэль-то тоже танцует. Прикольно. Я не знаю, у него отдельно как-то продумано или это просто вот... Здесь же особая анимация идет, то есть в особых положениях персонажа стоит, то есть это отдельно должно быть прорисовано быть. Нельзя добавить рандома персонажей, чтобы он танцевал, так мне кажется. Ну, я беру это, наверное, да? Плюс 555 урона там все такое. Дыхание жизни заряд уменьшается, когда вы удержите пробелы, но когда у вас не станет заряд, вы очень удивилась. Прикольная штучка после изменения, но вряд ли с ней осталось то, что мне нравится нравится ему перчики, я хочу с ней подвигать. Мне, конечно, самодаводка не особо нужна получается, но тем не менее... А, что такое? А, окей. Кудуму, описание. Нет ни тринька, вроде как, ни карта получается, никакая. Дыхание жизни прикольно, вряд ли я им активно буду пользоваться. Я им, в принципе, не особо умею пользоваться, хотя у него эффект очень интересный сейчас после его реворка. Но останемся с той активкой, которая, в общем-то, там была. Я бы очень не отказался сейчас, знаете, от чего? От скорости бега нахрен. Я такой медленный, что просто пипец. 0.85. Ну, не то, что прям ультрамедленный, но... Прям побыстрее хотелось бы передвигаться, конечно. Монетку застал. Вообще, да, в целом персонаж очень похож на Фаготона, по ощущениям от игры. Но эстетически мне нравится его коса, и... Не знаю, я все-таки хотел сделать в нью серию. Может быть, еще какие-то персонажи, соотносить, из тех, которые у меня были еще давно на AfterBurse+. Я так постепенно себе добавляю каких-то запланированных время от времени выбираю, кем хочу поиграть. Пипец, блин, стрёмно сейчас было. Так, только ко мне не подходите сюда, потому что я отсюда не вылезу. Ну, так нормально. Sacred Heart все-таки отыгрывает себя. Так, а вот здесь может быть секреточка, да. Очень полезное умение примерно определять, где они секретки есть. Так, это шар от кандалов в цепи Самсона. А, блин, это... Лол, я понял суть этой комнаты. Я такой еще думаю, как-то подождите. Так, выглядит, как будто мне надо два ключа. Специально за вот этим висельником спрятан спрятан замочная скважина, чтобы ты по инерции дернулся сюда открывать. Да, и я просрал. Ну, ладно. А как оно? А как у него голова? А как он головы решился? Я ему сам отрубил, что ли, смог? Ни хрена себе. Надо обратить внимание на этом магазине. Чуть любопытный кактаж. Блин, ну, забавная комнатка. Это именно из фейнфолио, я так понимаю. Не знаю, может быть, мод на новые секретки поддерживать фейнфолио тип новые добавляет? Ну, с учетом его механик, но сильно сомневаюсь. Ну, хотя, там бывают иногда много что-то сочетаются друг с другом. Так, ловушки летающие огромные. Окей, это просто ловушки были. Отшельник. Я даже не знаю. надо потом его использовать, тогда, когда если из шипастой комнаты придется выходить. Или заходить, нет. Или зайти, точнее, я могу при помощи своей активки, а вот выйти при помощи телепорта, например. Бобы. О! Керафант. У меня целая пачка синих сердец. Может быть, надо было с собой забрать, конечно. Так, давай сюда, вот так. Время дает не очень много. Напоминает, знаете что, напоминает, как его, раш режим Самсона. точно. I found pills. И скорость, хорош. То самое, что мне нужно. Напоминает очень сильно, действительно, персом между фаготаном и альтернационным Самсоном. То есть, тоже набирает такую своеобразную ярость и потом бросается. Но этот персонаж существовал еще задолго до, не знаю, сколько он, то ли 2017 года персонаж, что-то такое еще. Не знаю, просто он в реберсе был или нет, по-моему, он в реберсе был еще. По-моему, я видел этого персонажа еще до того, как начался, когда создал свой канал, видел, по-моему, у Витька. Мне кажется, очень давно еще. Ауч. Неприятный он, кстати. Разделяются его части на вот такие вот детали. И зарезали. Блин, ну выглядит он очень эстетически классно. Малыш Орликин. Окей. В принципе, не против даже. А, черт я. Ладно, я заряжу. Хотя у меня там есть синие сердца, но я жадный. Я заряжу активку, я зайду бесплатно. Карта смерти. Можно будет ее с собой забрать, хотя у меня там есть стеклянный Д6, если я не найду, куда мне его пристроить. А его можно было на малыш Орликина, кстати говоря, использовать вообще-то. Поменять того Бэбика, найти себе что-то явно полезнее. Я не уверен, что меня конжоин соберет, совершенно не уверен. И не уверен, что он будет делать мне три косы мои. Окей. Императрица есть. Тоже хорошая карта. Могли бы ее с собой потаскать. Чисто ради урона. Но для начала еще сюда. Так, а я не достану. А-та-та. О, столько стяное сердце есть. 0,6 дальности. Два косиных сердца даже нормально. Так, и телепорт. Магазинчик у меня какой-то камень голема есть. Вспавнит големовскую тринку при использовании и при использовании гриндит. Гринд с ее кюрин тринкет into a rock тринкет. А, при использовании меняет твою текущую тринку на rock тринку, да? Судя по всему. Перекрафчивает или что-то такое? Кангринд и регулер тринкет into rock тринкет. А, ну может, обычный тринкет менять в каменные. И да, я, походу, реально бошки сношу. Я даже не знаю. Не хочу, наверное, это брать. Не хочу себе каменные тринкет. Если бы я мог их приваривать, хрена узнает. Так, стоп. Глаз, Д6 надо забрать. Стеклянный. Может, увидите, если сделка откроется. Если сделка откроется, сверяние ангел, то я в сделку зайду, в принципе. Мне не обязательно ключ собирать совершенно. Я просто хочу, как можно больше всего найти, получить и так далее. Алч! Вот я думал только, а вдруг я сейчас сломаю костяное сердце. Но решил не возвращаться. И поехали. Как он режет, а? Решил не возвращаться незачем. Он прямо... Ну что, а может быть, он даже летает над всем? Я не знаю. Давайте сейчас вернусь обратно. Блин, может быть, надо было мне этот камушек поменять с щитами. Таскаю с собой этот Д6 и забываю его юзать. Какие криповые мобы. У них ха! Типа. А, это паук, который натянул на себя походу шкуру личинки, да? Что-то такое, наверное. Сейчас стремно выглядит он. Не может быть все так просто. Еще бы. Я такой думаю, что это подозрительно. А можно мне выйти туда? Нет? Наверное, нет. Нельзя тогда. Малорик, это пасхалочка, вдруг будет. Если тебе успеешь, вот так, ну, не. Забавный мог. Думаю, такой подозрительный какой-то один магод всего лишь. Не-не-не. Так, ну что, погнали дальше, вроде бы. В этот раз я не иду собирать ключ Так, когда-нибудь я соберу ключ И наведаюсь в Корпс С Финтфолио Но я пока что каждый раз Что-то у меня идет не так То Генезис, то еще что-то Глаз Д2, активирует эффект Д2 Что делает Д2? А, это, наверное, типа как в комнате Д2 Двоечка А она, по-моему, что-то меняет в комнате, да? Пикапы, мобы и Тир Стальчинг It will be re-rolled Тир Стальчинг, не все понимаю, что значит Слезы, слезы касания На И том-то Давайте, короче, заюзаем В следующей комнате, например, вот так вот Ой Куда я бросил это? Оно реально бросилось Что-то не понял Ладно, хрен с ним Иди Пришел с собой забрать все-таки стеклянный Д6 А я подумал, что Императрица еще 10 раз успеет у меня поменяться А вот Вот эта штучка может очень сильно пригодиться Блин, какой-то переход такой контрастный очень Из комнат одной стилистики в совершенно другую На свалку такую перешли Совершенно так Выбивается из фона немного Гораздо меньше можно пользоваться своей косой сблизи Во всех уж ситуациях подряд Сетус, он мне буквально чуть ли не в каждом зареге попадается Не в каждой серии точнее А вот эти грибочки, кстати, они же отталкивают, да, по-моему? Да-да-да В комнату испытания босса мы вряд ли попадем, конечно Что-нибудь редко рядышком Мишки А вот это, кстати, камушек, как его Череп с крестиком, правильно ли? Он самый Можно тоже пригодиться Так, аккуратно Как я редко использую свою активку Я прям, да, я косой, не могу ничего подбирать Призывает себе зачарованного фиэнтфолио биста зверя Это как фиэнтфолио О, нормально Фиэнтфолио Как его Фолиант был у нас Как книжка была Аналогичная в прошлой серии Окей, это можно будет себе взять Если мне не понадобится Д-6 И Д-6 можно было вообще-то на Сетус использовать Когда-нибудь я его заюзаю Может быть даже на этого этаже Ну, окажется, я постоянно что-то упускаю момент Так, сюда не могу попасть пока что Сейчас я могу зайти, но Хочу, не тратив сердце Думал, что может быть здесь ничего не будет сразу же Я уезжу это Могли бы сразу оттуда успеть выйти И, кстати говоря, я снова зарядил свой актив Легко Она быстро заряжается То есть этот персонаж Здесь он должен активно пользоваться Ею не экономить Чуть не в каждой комнате Должен так крушить Вроде она сама себя не заряжает То есть пока она у тебя используется Заряд мне не обморяет Значит, я могу везде всегда в ней существовать Вообще, находиться Такой сильный, но вполне себе Избалансированный персонаж Короче, у него свои какие-то синергии есть В том числе Не знаю, сколько они Так, вот эта вот штука А, это не она, погодите Вот мне писали, что моб-слипер Называется вроде как Который меня напрягал Который пугал Он был в комнате с этим мобом Но это был другой случай Другое существо именно А полета-то нет, да? И вот так тоже нет, к сожалению То есть этот полет мне не дает Не позволяет мне подбирать предметы Но полет-то как такого не дает Почему у меня, кстати, два заряда на активке? Я какую-то штучку взял, наверное, с этим связанную Костяное сердце можно просрать Ну ладно, давайте А можно мне... А можно мне этот самый, пожалуйста? Можно мне в ладбэк? Я очень хотел себе бафнуть скорость Нахрена из меня просто поток слез прет Прям не заканчивался У меня там на этаже, кажется, что-то еще лежит по здоровичку Вот тут мне, я чувствую... О, парень, спасибо Тут я могу долго у него просить Купер-бомба О, сердца прям пачками Ладно, давайте немножечко, может быть, побегаем еще Хотя, нет, давайте сначала продонатим Вдруг я найду блатбэк и сразу восстановлюсь Костяное сердце будет меня дальше защищать Смотрите, у меня сейчас достаточно, но не стоит прям Совсем О, пренебрегаясь этим, потому что потом их может не хватить один Отлично Скотол мне не сильно интересен Так, так, так Комната, в которой Жижи будет атаковать во многом Именно лодушки Но после зачистки Они работают так Минус одна монетка, ладно Секундомер И 0,3 скорости, кстати Я вот даже ради 0,3 скорости скорее хочу взять Соединительные кабели Заряд за каждые 15 киллов Ну давай И, кстати, вот, смотрите А, этот висит Этого нельзя А так ему сикер башку сделать, да? Мега бум Большой этаж весьма И у меня коса уже такая Действительно больших размеров Она гораздо больше Достает везде Там девянцы внук Ну кайфует все Когда ты просто идешь вот так рубить Их Прямо перед боссом Потратил свою активку Магазинчик у нас был уже Блин, жалко, что столько денег остается И Секретка Что-то я не рассчитывал на нее, если честно Что-то такое? Что-то такое? Я не могу это взять Может, нужно взорвать как-то? Нет Может, какие-то типа сердца Или что-то еще такое Но они какие-то странные очень Золотая комната была Глаз Д6 остается Ой-ой-ой Тихо Я же могу и так достать Ретро-зрение Я ни разу везде По-моему, еще Фейнфуле Ретро-зрение не использовал Фулл Хелс нашли И Филс Лайк Можно, знаете, что сделать Кстати говоря Можно выбить скотол Попытаться И рольнуть его Сюда нахрен Отлично Да, я ролью его Ой, я не знаю, будет ли работать Вообще, мне кажется, не будет работать Скорее всего Хотя Ой, работает Но они не толкают друг друга Они... А не толкают друг друга, лол Прикольно У Кипа Например, у Фаготана Вот, да У него такой ситуации не возникнет У него кость, которую он должен вернуть У этого Он именно стреляет Он не запускает Свою кокосу А, и кстати У нас же там Вичбис отставался Поэтому персонажи Как бы они все-таки Есть у них Отличия тоже свои Гудеть может быть секретка Да Почти был уверен в этом Как раз мы на нем зарядим Свою активку Скидка Ты пришла мне поздно Там низи не надо Тоже такая смачная Пачечка монеток И поехали Еще насчет, кстати, игре своего перчика Вот этого Если так задуматься Он может тебе Ведь Ну, то что он Вот они геют мамочку прямо Мы берем себе полароид Да Не забываем Ключ мне не нужен Поэтому заходим к дьяволу И Я, наверное, это куплю себе И то, и другое, кстати Да Вообще, с радостью Так что у меня царит разно-вижен Плюс дальность Еще больше наша коса Мне это выгодно будет Интересно, будет ли у него эффект Такого вот Как у фагота При очень большой кости С полифеом, например И так далее Что Экран сотрясается аж Это ретро-вижен Прикол Не благодарите меня За этот Охренительный эффект Посмотрим сейчас На вам Под другим, скажем так Зрением Так вот Этот перчик Может тебе ведь еще Если я правильно понимаю Как его Гасить Висельников Которые в магазине, например И так далее У нас же огонь От перчика обычного По крайней мере Он гасит А, это часть пазла Мне написали, что там Короче говоря Здесь из-за того Какую-то фразу соберешь Your favorite food Твоя любимая еда Из-за того Какую-то фразу соберешь Из трех кусочков пазла Тебе какой-то предмет Соответствующий Вот идей на этом дадут Вот такая там Особенность Забавно мне показалось Это любопытно сделали Так, и Карта не открыт Но вот здесь Секретка будет Тихо Нет секретки Не ожидал Когда скерет волк И когда тебе много Падают с этих Мобов У меня все время Знаешь, такое вот Предвкушение Жопы на боссе Что там будет Матриарх Вот и Правда сейчас Мне вряд ли создав Проблем Но частенько он бывает Это что такое На дроп Это явно не из Из чего Это же не из Хорошего камушка Так много Явно Мне кажется Известно перевели О, сейчас говно Говно будет Не на скорость Так, это что? Так, дай сюда Не хотел я После зачистки Появляется небольшой шанс Задать дружелюбного скелета Не надо мне это А вот влюбленная Я бы с собой взял Но после использования Карты биста Ну, зверя В смысле Не карты Матери, да Которые Конечно, биста Есть зверь Чтоб, короче говоря Не отождествляли ее С этим словом Чтоб не перепутали Есть ничего Вроде как Тупачки Секретку Можно здесь чекнуть Нашли Не ожидал Честно говоря Особо Минус монет К кому О, кстати А вот тебе Мне как раз Деньги девать некуда Этот перс Может дать мне Гнилые бомбы Там еще какие-то Приметы у него Наверное как существуют Но я их не помню особо Вот милые сердца Мне брать не надо Потому что Повыгоднее У меня все же будет Нифига Он тухлый помидор Может дать Серьезно Он как бы Предмет идейный Ему подходит Но я этого не знал Потому что Этот дроп У него очень достойный Я в общем думал Что он Если даст тебе предмет Если тебе повезет То Что там Пул предметов Не очень Не очень интересный А вот тухлый помидор Это очень даже Так Кстати говоря Давайте сюда Зайдем Ураборос Минус 06 дальности Фаунд пилс Ураборос мне не надо Я думаю Почему я вижу Урабороса Думаю Че за Че че Иг делает Какого хрена Мне показывает Глаз гаппиш Уже совсем поехал Может будет Иного босса Кстати А тихо Это Не понял Я бы сказал Что это типа Золотая Нет Это Купер бомба Была Но при этом Ааа Да Купер бомба Она же просто Она же и может Просто затухнуть Как обычно Так и тролль бомба Она могла взорваться И причем взорваться сильно А могла потухнуть Интересно Она исчезает При выходе из комнаты Не исчезает Остается там Если я ее сейчас взорву То она Соответственно Взорвется Тихо Един так другой Ааа Блин Кстати Точно Надо было Открыть тот сундук Я забыл Что у нас Тринки Они Кстати говоря Что не так с ним Сейчас Я же могу его взять Он правда будет Ха-ха-ха Ну ладно Мне это наверное Не надо все равно Хотя он Дальность не дает Надеюсь У меня что такое Это тоже тринка Капель что Да это тоже тринка У нас же тринки Они сидированы Они идут последовательно Просто Откуда бы ты ее не получал Снаходишь тринку Она у тебя будет такая же Как ты в другом месте Ее уже находил Если ты Ту тринку Не открыл В общем-то Вот этого я опасался Как раз таки Что может быть Не очень удобно Зарезал Ну знаете Так вот этот Рейч мод Ты его контролируешь В отличие от Самсона А там ты хочешь Его взял И быстрее бежать Спустя комнаты Когда ты выбираешь Монетку шанс Получить Домонета Золотая или что Да это золотая Усиленная Типа Флея оф полюшен Какая-то типа Вот муха Или что-то такое Еще Чумы Или что-то в таком духе Создает фиолетового Попрыгунчика Вот этого Когда ты входишь В новую комнату This quiz Will slow enemies Он замедляет Врагов Эффект замедления имеет Так Хороших камушков Я здесь не вижу Хотя Без понятия Как они будут Выбить в этой комнате Потому что бомби В принципе такие камушки Что Не все их узнают Хотя достаточно Один раз Увидеть И будет все Принцип Понятно Но Третьих Я без понятия Так У меня есть Сатаническая библия У меня есть Как минимум Этот самый Как минимум У меня есть Букворм Будет ли у меня Две косы теперь Не знаю Это как-то визуально Отображается или нет Может они не работают Скорее всего Две косы будут запускаться Мне кажется Могут запускаться По крайней мере Да Запускаются Иногда Окей Работает Так Книгу Сценическую я использую Гротто биста Заюзаем на боссы Наверное Забрать Видите Бывают камушки Хорошие Штуком Большая Просто Даже если Я не могу До них достать Хотя бы Узнать Как они Тут выглядят Тут тоже Особо не вижу Карта Конечно Не в тему Что у меня Проклятие Еще у меня Такое ощущение Бывает Складывается Что как будто бы На Где-то на уголках Где моя коса Вроде как Визуально достает Что как будто бы Я бывает Не дамажу врага То есть вот видите Я как будто бы До него достаю Визуально Но она не касается Его То есть вот Не знаю Как сказать Не хитбокс Не прожектайл Наверное Но часть Где коса Задевает Она Вот видите Вот так вот Да Она поменьше На самом деле Так Еще раз Книгу Анархиста И Ох ты Блин Кто Кто Я даже Не могу Почитать А Боже Что это Господи Что это Нахрен Что это Такое Стоп Я понял Идею босса Смотрите Он меня Телепортирует Каждый раз В криповые комнаты В которых У нас идет Какой-то Небольшой пазл То есть Какая-то идет Атака Либо мне надо Куда-то добраться И сколько-то Его побить И пока Я его не вынесу Я буду В этих комнатах Охренеть А вот здесь Я не хочу Никуда двигаться Спасибо Что ее Заграли Вау Нихрена Какая идея Босса Черт Мне Возьми Офигеть Вот такого Я точно Не ожидал Нахрен Интересно Да Да Я в глаза Дамажусь Окей Меня куда Ладно Ладно Не то что страшная штука Но мягко говоря Она меня в ступор ввела Уголек Я правда не уверен Насколько он мне Необходим этому перст Потому что Ну Наверное он Если доставать будем далеко То он наверное Будет работать Собственно Будет давать И 20% урона За каждую клетку Если моб Находится далеко Занит пилюли Я даже не особо Хочу Занит пилюли Будет попадаться Они забавные Но я Хрен с ними Хотя можно было бы Взять на самом деле По приколу И я забыл Нахрен Про своего Гротто биста Кстати Вообще Не до него Стал Давайте используем Собственно да Существо призывает Блин Оно Большим Стало Более Интересно Тогда Когда Я всех Убил Так Здесь вроде Больше ничего Хочу ли остаться С этой книгой Это источник сердец В принципе Свой перец Я уже мало использую Возьмем себе Вот это А он с нами Из комнаты в комнату Примещается Кстати Окей Может где-то у меня Было еще сердце лежало Может что-то я забыл На этаже Я уже не помню И я пойду Мне еще В конце концов Возможно Реран надо будет идти Реран конечно Будет быстро Опять же Я кстати говоря Головы Айзека Не нашел Ничего такого Что мне там писали Может но позже Попадет Что мне писать Через полароид Пойди То есть Ну что дальше О стоп Топ Хэт А нет Стоп Это другое Мне описали голова Айзека И дар судьбы Это не оно Это то что у меня Предмет просто Дорогает ведь Само нет Open Shop Чест А открытый Сундук магазина Для которого Где продажа будет Да Мы это видели Ножество не надо Телескоп Не стоит его использовать Он может закинуть меня Окна может закинуть Может дать себе Награду Виспов Астральные предметы Виспов Астральных с предметами В смысле которой Вот как Альтбета Не делает Сердца души Блейзинг хардс И мун орбиталки То есть он по сути Никуда не не трепортирует Да Потому что Никогда что у меня Что-то Меня Друга Меня аппарат Телепортировал Точно Первые Еще серии Когда я внепланово Улетел К боссу А зато он мне Может дать сейчас Предметы временные У меня сейчас дал По моему Тот который Лезяные слезы Что ли делает Да Или нет Может ошибаюсь Какая-то Орбиталка появилась у меня Или это моя Была Не знаю Что у меня сейчас Было со слезой Почему такая большая А уголек Вместе с глазами У меня слезы Постепенно увеличиваются Из-за угля И они долго Исчезают Из-за Глаз Слушайте У меня Самоэль Сейчас может Очень интересно Начать играть Через Броски слез Именно Через вот эти Чардж атаки Любопытно Можно попробовать Будет Да конечно В этот аппарат Мы донатим долго Потому что Мод на ускорение Донатов Он не работает На Такие штучки Особые Я думал Может быть Мало ли он мне что-то даст Еще Какой-то предмет Особый свой Так Давай два сунука Это мы знаем Спутника Оу Кстати говоря Это Смотрите-ка Этот Эта штука Она как-то Сейчас Загрелась Резко на мобов Бросилась А потом Перестала Минус 0.12 Скорость не надо Блин Стоп Погодите А если я в этой форме Если я таран И у меня Огоньки уязвимы Или нет Они как бы в теории Нажимы тоже неуязвимы Сейчас я слышу Звук Звук как будто бы Как вот они Прожаривают Да-да У меня вот эти Ледяные слезы Краски есть Давайте Спользуем так Хотя у меня здесь Не будет предмет С босса Так что Рудик Пофигу Не знаю Вот так Заведим Сначала себе Активку Нашу Интересно Что делать За этого перса Право первородства Я его вряд ли Увижу Блин А я Наверное Не смогу Донать Стим В этой форме Явно Давай Зайдем Сердца Озес Что Ааа Озэ Цена То есть Он заберет Скорее всего Красное сердце Целиком Возможно Не мне Не надо Такое добро И Оп Вот так Хороший ход Рассчитался У меня много Сердец В принципе Здесь лежит Я могу За одно сердце Ай Тихо Хорош Жрать Слишком сильно Дайте хоть Что нибудь Я не помню Если я получил Урон от одного Я могу второму Успеть Задать Или нет Или сейчас Так не работает Так Тут сердце А вот Можно было бы Вниз пробежаться Еще Не так могу У меня сделать Сердец Да Не стоит Слишком сильно Надеяться Что я всем Смогу проднать Давайте хотя бы От одного Получим предмет Постараемся Получим пилюлю Ладно Тоже пойдет А ну и пока У меня этот самый Кстати Пока у меня Замораживающие слезы Это очень крутой Предмет для меня Потому что Мне гораздо проще Агрессивно действовать На меня никто Не лопнет слезами Не будет таких проблем Плюс еще В принципе Я морожен И вот так вот Таких толп Можно Разгашивать Только в путь Вообще Имбища Предмет планетарит Конечно Он в принципе Очень хороший Из-за этого Перса Через мили И подавно Так Сейчас Мы не торопимся С активкой А вот Теперь поехали Готово Просто порвали Новый пилюлю Открыли Какую-то Из-за этого Перса Судя по всему Плохой PHD Нужен ли мне Он Ну давай В принципе Пускай будет Минус 0.12 Скорость 0.6 урон Ну давай Пускай будет урон Хотя скорость Тереть не особо Хочется Но И урон Мне не особо Нужен Там пофиг Было Использовал За сердцем Синим Нет смысла Совозвращаться Потому что Я вот скорее всего Хотя могу На самом деле Его забрать Зарядить свой актив Зайти в комнату А еще толку Мне его забирать У меня сейчас На все сердца полные Мне надо красные сердца Ладно Погнали дальше Погнали на полароид Не будем сейчас Может быть Хотя с другой стороны Может мне наоборот Надо затягивать Сейчас будут этажи Чтобы их целиком Проходить В поисках Вот этих вот Каких-то подметов Про которые мы не писали Это меня больше всего Сейчас интересует Очень любопытно Вначале нам дропается D20 стеклянный Может и пригодится Может и нет Не знаю А вот эти гряти Самые мобы Нашли их Это просто Мога получается Да Который у меня Вот тот призывался Они тоже бы Наверное так увеличились Атаковали увеличением Просто мясорубка Не знаю Приятно Перс наш Ощущается Вполне себе Если сердце Слева Кстати И справа Тоже И сверху Тоже Ни хрена себе Я точно Харде играю Я не знаю Как проверить Кстати Ну вроде Вроде наверное Да Потому что Такая ситуация Просто очень редко Учитывая Шанс дропа 10% Сердец Идут Три гастра Подряд Чёрный сердце На шару Одна из самых Халявных Пилюль По сути Так И давай Ашипаст Блин Ну ладно Крен с ним Мы все равно Отхиляемся Легко У меня и книга Есть У меня есть Сердец на этаже Целая тьма 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 Диски Оставляю Дисками Знаете Вот Позиционирую Чисто Как Как Карту силы Примерно То есть Тоже Такое Что-то Мощное Очень Правда Он может Дать себе Говно Приметов Каких-то Совершенно Неподходящих Так Теперь Я Вот эти Вот Карты Я буду Их Читать То есть Десять Звучайных Пилюль Ох Ты ж Ни Хрена Себе С Плохим PHD То Нахрен Десять Плохих Пилюль Ну Давай Паралич Паун Пилз Плохой Приход Паралич Ничего Сердец Ретро Вижн Паралич Плохой Приход Скорострельность Минус Еще Скорострельность Минус Амнезия Вот это Отстой Минус Две Скорострельность Если они Влияют А они Влияют По-моему По-моему Я медлення Такую То это Неприятно Я ожидал Что скорее всего Того не стоит Но я не мог Себя отказать В желании Прожать Десять Рандомных Пилюль Вот так Подряд Будь у меня Не будь у меня Плохого Прежде было бы Больше Потому что Мне сердца Не особо Нужны были А статы Дамаг Дамаг Хватает Остальные статы Не особо Хочется терять Ну уж Ладно Нет Цегретки Ну тут Есть Ну давай Ладно Ой там же Может Ах ты Падла Я чуть не Былу Что можно Утроль Бомбы Открыть Все Спокойно Да Ну ладно Можно было Здесь еще Д20 Использовать К слову Что это Не могу Странные Ооо Нашли Тау Босса Кстати Тоже Почти Порезали Его Целиком Давайте Попробую Стереть Тактику У меня же Слезы Уверещиваются В размере Усиливаются И еще И притягиваются То есть Это должно Вообще Круто Работать Разносить Может быть Похлеще Будет Моих Коз Обычных Ударов Ух Тихо Телепортануло Правда Это чарль Все таки Долгий Такой Тоже Со скоростями Он быстрее Был бы Наверное Выгоднее Все равно Сейчас Косить Косой Своей Если Я могу Себе Позволь Это Срон ДП С ней Будет Находить А так Адаптироваться Под ситуацию Где Удобно В принципе Выстрелить Где враги Китапа Там Стреляют Соответственно У меня До сих пор Замораживающие Слезы Охренеть У меня Тягоньки Прям Прям Живут Только Так Еще Синие Сердца В кастрах Этих Нихрена Себе Навалило Тут А Кстати Это Перса А Нет Здесь Здесь Не поймешь Что Реально На Нормале Играю А Нет Метка Жалок Показывает Харт По-моему Нифига Себе Коса Размерчик Да у нее Достойный Так А 15 Центов Смотрите Да Требует Для того Чтобы Белое Сердце Краться Сердца Делать Прикол Сделать А Стоп А Это За Попытку Что Ли То есть Оно Еще Не Гарантирует Серьезно Взорвать Можно Ничего Не Дропнется Окей Проверили По крайней мере А вот Видите Я вроде Как С такой Большой Скоростью Бью Но Сами Удары Это У меня Несли Слишком Сильные И Запускаем Блин Был бы У меня Еще Континуум Этот Чтоб Меня Слезы Об стенки Не Разбивались То есть Мог Да Если Мог В центре Стоит Дед Это В принципе Удобно Хотя Смотрите Оно Бьет Но По-моему Тиков Оно Создает Очень Мало А Может Знаете Что Мне По-моему Писали Такую Тему Что Прошивающая Слеза Она Дважды Одного Моба Все Равно Не Бьет Может Здесь Аналогично Работает Я Честно Не Уверен И Мы Отсекли Секир Башку Айзеку Сделали И Вот Мы Голову Айзека Получили Блин Слушайте А по-моему Это было И раньше Мне кажется Но Я не знаю Пример Типа Что Будет Мне кажется Что я Слышал О таком Либо Это Может Даже Когда-то Видел Но Вообще В упор Об этом Забыл Мне Представляется Дар Судьбы Взять Да Может Это Дадут Мне За Синего Малыша Соответственно Скорее Сего Так Тогда Потому Что Он Типа Аналогичный Забавный Голова Айзека Типа Мол Надо Взять С собой А может У меня Голова Айзека Типа Что-то Сделает Особенное На Синем Малыша Сама По Себе Посмотрим Сейчас Так Сундук У меня Незисколько Сердец Ага Ладно Трипол Шот Ну Я Прям Не знаю Мне кажется Что Не надо Его Брать Но Я Возьму Просто Потому Что Я Без Отказ В Вопрос Давай Крен С ним О Нифига У него Как Это Слушайте А он Круто Выглядит Как Крылья Практически Такие Нифига Себе Я не Думал Что У него Особый Вид Такой Будет Проработанный Мне Нравится Я Не Зря Взял Сто Прот Нельзя Не Зря По 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 Я Всех Своих Все Свои Огоньки У меня Просраны Где-то Так Юзаем Эти комнаты Тоже Я Достаточно Мало Видел По-моему И То есть Может быть Новый Монстр Встречаться Муха Вот Эта Которая Ньюзим Издавала Она К боссу Приклеилась Нормально Так Вот Этот Босс Первого Этажа Достаточно Неприятный Был В прошлый Раз Мне Но Сейчас Мы Просто Сикер Башку Делаем Ни хрена Как Это Реально Мега Круто Выглядит А Черт Не Возьми Мне Очень Нравится Просто Попозирую Даже Хочется Немножко Плюс Стигмата Плюс Здоровье Плюс Урон Ай Закилы Зарядили Себе Активку А Че Получил Ром Приклеить Я А Наверное Отмого Просто Потому Что Сейчас От Сундука Мол Как Меня Задамажило Это Не Должно Ну И Да Сейчас Мы Просто Им Будем Просто Потрогали Нет У Меня Хвоста Гаппи Но Дропа Надо Сказать Что С Достаточно Много Малыш Паук Давайте Хотела Отдай Сначала Снесем Нет Стоп Если Нам Предложат Ран И Надо В него Пойти Не Писали Нифига Что Это Такое Стоп У Нифига Себе Вы Посмотрите Как он Выглядит Какой Красавчик Вот Так Вообще Красота Это Судя По Всему Паук Дал Мне Такие Паутиновые Косы Какие Интересные У него Красивые Комбинации Да Весь Завек Мне Ничего Такого Не Попадалось Особо Что Изменило Наш Вид Кос Или Что Всего Интересного Тоже Существует Самых Разнообразных Мобов Просто И Предметов Классных Тоже Очень Много Интересно Вспомнить Если Это Основа Этого Мода Был The Devil's Harvest Если Он Раньше Так Назывался Типа Того Да Я Вроде Как Припоминаю Там Типа Аналогичных Монстров И Персонаж Там Тоже Те Были Сколько Было Тогда Раньше Не Приносили Сколько Было Раньше Интересно Контента В Этом Моде Сколько Монстров И Прочего Сколько Больше Стал В Репентенции Сколько Сделали Всего Из Этих Момов Прям Постоянно Так Манит Меня Отхватить Еще Сердец Себе Набрали Так А Вот Это Я Брать Не Буду Пожалуй Я Не Помню Что У Забирать Свет Или Со Второго Начинают Забирать Пачку Приметов А В Еще Один Ты Становишься Лостом Так Леву Я Не Хочу Продолжный Какахи Так Что Тут Вариться Нафиг А Это Мобы Которые Летали А Их Надо Было Бить Когда Они Упадут Так Это Ступичок Давайте Еще Юзаем Не Губилиал Мне Кажется Достаточно Но На Всякий Кучей Юзан Сравны А А Блин У Меня Спектральных Слёст Нет Но Пачка Кос Тоже Смачно Нифига Он Кинул Бой Большую Бомбу Так Что Так Что За Нарост Что А Там Было Короче Я Увидел Просто Что Там Был Я Сначала Не Врубился Я Не Буду Это Правильно Я Оставлю С нашей Актив Там Был Короче Сундук С Призраком Я Сначала Не Врубился Я Типа Он Появился Сразу Умер От Моих Пауков Или Чего Такого Еще И Дроп Соответственно Дистальный Предмет Вот Остался От него Не Сундуком Это Выглядело Просто Блин Мне Затриггерили Айзек И все Казалось Что Я Отхватываю Ни Все Вроде Золотали Стоп О чем Я А У меня Бомба Призовые Еще Не Призовые Как И Вот Эти Со Случайными Эффектами Ну Давай О Стоп Это А Может быть Это у меня Number Сработал Сейчас Как это Называется Котор Бомбы Потирает Жопу Да Он При Чардж У меня Срабатывает Так Посмотрим Во Опа Спиритов Денайл И мы А Дар Судьбы Это Этот Предмет Что Серьезно Я Даже Не Знал Я Думаю Что О Боже Что Это А То 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 Дай Дай Вот Так Дв8 Ролит Наши Статы Мне Не Не Надо Это Оккультный Глаз Может Сыграть Интересно Давайте Возьмем Его Может Что Будет Сочетаться Как-то Возьмемся Темную Материю Соответственно И Все Вроде Чарджем Поехали Нас Закинули Вот Сюда Еще Собственно В Темный Сундук Надо Кстати Здесь Не Сдохнуть Потому Что Здорово Это Подпросил Немножечко Да Вроде Можем Восстановиться Можем Обосраться Так Кто Еще А Моголь Потихонечку Немножко Так, аккуратненько идти. В лишний раз не отхватываю, потому что я за всеми эффектами бывает не могу ничего разобрать. И не готов, а зачастую к атаке. Я просто такой стою, как вкопанный и долблю просто атаками. Так, тут еще проход есть. Я думал, что нас закинут в луп, и нам надо будет еще по новой пройти его, и тогда что-то изменится. Я почему-то был в этом уверен. Тут совершенно другое. Какой у меня... Какой визуальный вид все-таки? Крутое, а? Бомбы не надо мне, пожалуй, дополнительные. Какая-то могилка. Текстурированный камень тоже, да? Замок такой. По-моему, кстати, я у ангела был чаще, чем здесь. На этом моде. Четыре ключа надо потратить? Разве то, что открыть два сундука? Ну, давай. Забавная комната. Что за пирюля будут? Минус удачу, в принципе. Нифига себе, у меня удачи 8. Удачи мне, наверное, от этих самых уже статов. От монеток в большей степени. Минус дальность. Ну, давай тоже мне ее хватит. Хотя, на самом деле, мне урон не нужен. Хоть мне его до сих пор насыпает много из-за огромного множителей из-за Сахархарта. Но мне как будто бы на него пофигу. Другие статы могут быть даже полезнее. Так, блин, эти бомбы из задницы мне не очень сейчас в тему. Они еще причем заряжаются? Нет, вот сейчас они заряжаются, кстати. По-моему, как, не знаю, вроде как. Вот, да, не, все-таки дольше, чем я чарджер. Мне просто дает, потому что как-то быстро заряжались они. Какие-то котики. Костяные. Стреляющие взрывы. Стреляющиеся взрывными снарядами. Взрывными костями. Еще у меня один человек писал, кстати, по такую тему, что в Фиэнд Фолио немножечко подкручен баланс в сторону того, чтобы тебе дропались предметы из Фиэнд Фолио. Такой тоже вполне себе возможен. Давайте не будем уж, наверное, набирать лишнего. Пускай будет у меня удача. Может, у меня есть какие-то эффекты? Ну, у меня есть всякие эффекты, да, которые от удачи скелятся. Что-нибудь мне там и дальность тоже пригодится. Так что, я до 8 взял. Я думаю, что нам сейчас надо до босса идти и попробовать... Не знаю, секир башку сатане сделать. Я не знаю, он сделал это или нет, или он делает только Айзеку ее. Могилки выстреливают камнями во все стороны. Что там такое? Торчун. Торчун. Куки какой-то, не знаю, какое-то печенье с чем-то внутри. Там какое-то лезвие, что ли, внутри, я даже не знаю. При использовании наносят половину красного сердца дамага игроку. И дальше себя брать, понимаете, типа, либо сотражает злую судьбу, какое-то предсказание или что-то в таком духе. Либо порождает черное сердце, создает перевернутую карту Таро. Либо безделушку на какую-то злобную тематику, то есть, которую там Эвил Ап и так далее, там хвостик и всякое прочее. Сказано красного сердца именно, давайте используем разок. А, что-то у меня от этого Эпект. Оно мне дало просто предсказание вроде как. Ладно. Не буду я, наверное, менять сейчас себе. Так, что за глаза? А, не взрываю. Окей. Я могу их интересно сам ударить, прервать. Блин, мне так нравится, как он с двух сторон этими косами хреначит. Как ножницы такие своеобразные, я даже не знаю, с чем сравнить еще. Слип из хард. Что такое слип из, не знаю. Чье-то сердечко. Шанс пердануть, когда враги рядышком. Ооо. Шанс пердануть скелиться с удачей. Фардс, вери, интайп. Они, типа, могут быть разного типа, может быть, не знаю. Но это звучит, знаете, как лилдампи, по-моему. Который отталкивает враговку, который пердит, когда по тебе должна прилететь плюха. Прийти атака. Зачастую тебя этим спасает. Звучит как что-то подобное. Вот у меня сейчас как раз-таки пердануло. Прикольно. Что тебе еще нужно вазики, да? Здесь снизу, смотрите-ка, здесь снизу. Какая-то вот такая. Твердое какое-то место. Я думаю, что отсюда что-то появится, может быть, вроде нет. А если бомбу? А, это просто камни так выглядят. Погоди. А вот тут и тоже камни, что ли? Нет, это же пропасть. А, нет, это не камни. Это мы просто мостик поставили. Это пропасть была. Мы мостик-бомбы поставили. Потому что были камни, и мы, типа, мол, раскопали. Так, ну что. Погнали на Сатану, наверное. Ой, как его на Агнице. Это не могилка, суверия, оказывается. Да, это не могилки. Это были какие-то вот особые штучки такие. Слезами во все стороны стреляют каменными. Поехали. Наверное, тоже в конце боя что-то будет особенное, я так понимаю. А, кстати, диск не забыть. Я как-то про него уже. Опа. Сигир-башка Агницу нахрен. Куда меня перекид? Это могилка Агница что? Погоди. Что происходит? Почему у меня бейбики мои привязались не ко мне, а куда-то в центр идут? Почему они там встали? Как будто бы к моему трупу. Я даже не знаю. А, может быть это Фаготен, кстати. Может быть это Костя Фаготена и здесь сделана такая, знаете, пасхалка, что Фаготен похож на Топерса и... Может быть... Типа, что Фаготен, бывшего, раньше он был Самейлем, я не знаю. Хотя тут, мне кажется, что вероятнее я уже всякого напридумывал. Но я не знаю. Нифига тут... О-о-о-о! А насыпали-то? Еще и с ангелами сражаться. Прикольно. Так, в центр не стоим. Потому что, мало ли, Снука упадет? Фаготен, походу. Или... Реально. Или скал. Нет, это просто... Просто Самейль протянул ему руку. Мы просто нашли его могилку. Иди упуся, какой. Вау. Вау. В Айзеке, аж непривычно видеть такие арты. Вау, слушайте, нифига себе. Как круто. Я вообще о таком не видел, не знал. Я, по-моему, видел, что из Айзека голова Айзека так вычек рыживается. Но на этом все. То ли я, может быть, шел не на синего малыша и поэтому не видел дальше продолжение. То ли я не знаю даже в чем дело. Но я этого не видел. Вот, ребят, кто задавался вопросом. Да, почему скал ожил, да, вдруг? Вот он, как оказывается, ожил. Я понимаю, что это не про скал отсылку. Но почему-то я вспомнил еще другую игрушку, которую я тоже очень сильно люблю. Вот так вот сделали забавно. Не знаю, мод с душой, по-моему. И хоть есть сейчас фаготан в обычной игре, по-моему, стоит весьма себе играть и с этим персонажем тоже. Все-таки он как-то по-другому ощущается смесью и вполне себе органично смотрится. Не знаю, кайфово. Мне понравилось. С своими синергиями такими. Как трипл-шот мне зашел. Паутинные вот эти вот косы мои как достали. Я доволен. Очень приятная, по-моему, серия. Такая уютная. Мне прям... Мне понравилось. Такой мод классика жанра. Обязательно, ребят, сыграем еще за альтернативную версию Стопперс. Я надеюсь, по крайней мере, что она будет интересная. Тоже через несколько серий у нас будет где-то там не в ближайших. Следующая будет, за кого я пока что не знаю. Не обещаю. А на этом на сегодня, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Леоми. Подписывайтесь на канал. Я буду очень рад. Оставляйте комментарии с этим видео. Мне тоже очень приятно. Вспомнился в сервере. Скоро здесь и пообщаться на канал. Сыграем, чтобы не делать в случае чего. Но я желаю, ребят, всем в хорошем стране. Такого же дня. Всем удачи. До встречи. Всех кусь-кусь. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok